Здравствуйте! Рад приветствовать вас на моём канале. Во-первых, с праздниками! Я очень рад, что вы пишете мне комментарии, интересуете, значит, вам интересны мои видео. Я тоже очень рад быть вам полезен. Стараюсь отвечать на вопросы, которые вы задаёте. И сейчас это видео я оформлю как ответы на ваши часто задаваемые вопросы. Во-первых, вы заметили, что я часто обрезаю деревья в виде чаши или как бы в виде бокала. Для чего и почему я так обрезаю? Некоторым кажется, что я даже очень сильно их обрезаю как бы радикально. Во-первых, чаще всего из-за того, что люди просят, чтобы как-то снизить им крону, потому что деревья убегают вверх и неудобно не то что ухаживать, а собирать урожай. Поэтому я стараюсь обрезать их более компактной формой. Чаще всего, если обрезать деревья постоянно на перевод, на горизонтальную веточку, то деревья можно сдерживать на одной высоте таким методом. Далее, иногда люди говорят, что мы смотрим, всё понятно, но подходим к дереву, ничего не понятно. Даю маленький совет. Всегда начинайте с одной ветки. Вот я вам покажу сейчас такой пример по обрезке одной ветки. И вот так же будете дублировать на всех ветвях. Любую веточку, вот возьмём, к примеру, эту, всегда я обрезаю на вторую или третью горизонтальный побег. Обрезаю. Вот центральный проводник, второй, третий. Вот так вот. И так все ветки. Допустим, возьмём вот эту ветку, то же самое. Вот есть, более как вниз идёт. Спокойно можно обрезать то же самое. Вот так вот. И так все ветки. Вот длинная. Центральный проводник меньший. Конкурент тоже третья ветка, длиннее. Тоже обрезали. Если уж эта ветка более там 70 сантиметров, я её укорачиваю где-то на 40 сантиметров. Следующая веточка. Кончик просто вот обрезали вниз. А то, что растёт вверх, обычно я его удаляю. Оставляю только до 30 сантиметров. И так всё дерево, так всё ветка. Вот мы обрезали. А если нам нужно ужать крону, что ветка сильно длинная, то мы выбираем веточку ближе к основанию и на неё переводим. То есть вот это всё вырезаем. Так вот. Вот это мы ужали ветку. Укоротили ветку почти на целый метр. По такому же принципу. И всё. И опять же, если побег продолжения длиннее, чем 50-70 сантиметров, можно его укоротить, чтобы он остался 40 сантиметровым. И всё. Что касаемо разреживания кроны. Вот, к примеру, перед вами загущенное дерево. Вроде всё понятно на видео. Подходим. Ничего не понятно. Во-первых, есть веточки, которые идут... Вот есть как бы центральный ствол, проводник, ветка, которая растёт вверх. От неё отходят ветки вбок. Так вот, чтобы разрядить дерево, я центр освобождаю. Вырезав этот... Видите, всё, что в центре. И вырезав этот, я оставляю только всё, что идёт вот так вот в разные стороны. Так мы дерево раскрываем. И оно будет более овальной формы и не так сильно будет загущаться. А если не будет загущаться, не будет вытягиваться. И всё. Также меня спрашивают, можно ли чашей формировать абрикос. Можно. Любое плодовое дерево можно формировать чашей. Даже грецкий орех тоже можно формировать чашей. Формировка чашей можно и делать двумя способами. Или же сразу, если саженец очень крепкий и уже имеет боковые побеги, хорошей длины, хорошая, это около 70 сантиметров, тогда можно сразу центральный проводник обрезать, слегка укоротить эти разветвления, то есть боковые веточки, и у вас уже сразу будет начало формировки чашей. Другое дело, когда вы купили саженец как бы одной палкой, вы его укоротили, к примеру, на уровне пояса, выросли боковые побеги, центральный проводник и так далее. Бывает так, что вырастает всего 2-3 ветки, и тогда я оставляю как бы второй ярус, еще 2-3 ветки и потом только укорачиваю. Все это разветвление где-то в пределах 40 сантиметров размещается и укорачиваю. Это получается как бы тоже чаша. Не всегда в первый год я это делаю, а примерно с 3-го по 7-й год постепенно перевожу дерево в чашу. Это, кстати, еще относится к деревьям. Если, к примеру, вы посадили саженец, его не обрезали несколько лет, и вот вам захотелось, увидели мои видео, захотели тоже сделать компактное деревье, перевести его в чашу. Вот просто выбираете от 3-х до 5-ти веток, оставляете, центр вырезаете и в будущем все, что растет вверх, просто его удаляете, будь то летом до июля или весной при обрезке. Далее, часто задаваемый вопрос, когда же лучше всего обрезать? Весной, осенью, летом и так далее. Идеальное время, конечно, лучше обрезать весной. Я тоже придерживаюсь этого. Но, если вы живете на юге, у вас зима очень мягкая всегда, можно обрезать также и с середины, конца ноября, и даже зимой, при плюсовой температуре. Если вы не уверены, что у вас зима будет всегда мягкая, а может вернутся морозы, или бывают морозы больше, чем минус 25, воздержитесь, лучше обрезайте весной. Что касаемо культур. Яблони можно обрезать с осени почти во многих регионах, особенно западной части России, вся Украина, Белоруссия и так далее. А вот косточковые лучше всего обрезать весной. Почему? Если мы обрезаем осенью, и зима у нас мягкая, плюсовая и сырая, скажем так, то на косточковых возможны комедии течения. Это может быть и после весенней обрезки, после ранней весенней обрезки, и когда у нас есть затяжная весна, холодная, тогда тоже возникает комедия течения. Но, чтобы обезопасить культуры от этого, я рекомендую, даже если вы обрезаете осенью, или зимой, или весной, обработать хорошей бордовской смесью. Трехпроцентной, но, вы знаете, что трехпроцентная бордовская, это на 10 литров воды 300 грамм медного, и якобы 300 грамм извести. Я всегда советую применять 450 грамм извести, то есть в полтора раза больше. Эффективность будет лучше, увидите. Также, если нет возможности обработать сразу после обрезки деревьев, обработать бордовской смесью, забелите все срезы, смесью, о которой я рассказывал в одном из своих видео, смесью извести с медным. Она подсушивает раны, очень хорошо заживляет, и не дает развиваться грибку, который провоцирует выделение камень. Что касаемо секаторов, я особо не заостряю внимание в секаторах. В данном случае, это Fiskars, это обычный вообще секатор, по-моему, S41. Чем он мне хорош? Он самый простой. Тем, что я его просто заклепал, и он не разбалтывается. Этот секатор, видите, здесь пластмасса ручки, я не могу его заклепать. Это самый мой ходовой рабочий секатор. Да, у него есть свои минусы, но я просто к нему привык. Многие спрашивают, почему я пользуюсь старым секатором? Ну, привык я просто к нему. Если, конечно же, есть многие хорошие секаторы фирмы Stihl, фирмы, ну, Гардения и так далее, тот же Fiskars. Дело в том, что секатор, секатор, ну, рознь. Беру я новый секатор, делаю несколько обрезок, и он расшатывается, и вроде купил дорогой, но выкинул. Поэтому, даже все эти фирмы, тоже у них есть свой минус. Ну, вы должны найти свой секатор. Я не говорю о том, что нужно купить сразу 8 штук и так далее. Ну, выбирайте. Я себе выбрал самый простой, к примеру. Он вообще без названия. И пользуюсь им прекрасно, невзирая на всякие другие фирмы. Есть люди, которые советуют именно специальные фирмы. Пожалуйста, покупайте. Как бы, мне нравится этим пользоваться, и все. Руки не болят. Может, они привыкли. Но это так, отступление. С другой стороны, скажу, что да, конечно, есть разница хорошего инструмента и простого инструмента. Может, я еще не пользовался хорошим инструментом, поэтому я пользуюсь этим. Но, все поправимо. Итак, что касаемо тех людей, которые возмущаются о том, что, почему я так сильно кромсаю деревья, я вам скажу так. Если вы хотите, чтобы дерево росло свободно, оно будет расти свободно, оно будет огромным, большим и будет плодоносить. Если вас это устраивает, то зачем мучить растения? Если у вас другая цель, вы посадили очень густо деревья, они вытянулись вверх, и весь урожай только наверху, то, конечно же, нужно применять более радикальные обрезки, тогда вы на правильном канале смотрим мои видео и обрезаем. Ваши деревья будут компактные, и вы сможете разместить много сортов на своем участке. По обрезке персика, особенно летней обрезки, чаще меня спрашивают, это до сбора урожая я обрезаю или после сбора урожая. Летняя обрезка, она производится чаще всего в июне, конечно же, до сбора урожая. Если вы не видите плоды, так плоды, они расположены на прошлогодней древесине, а все, что наросло, которое его закрывает, эти плоды, может на видео не видно, я в основном обрезаю именно это, зеленую массу. Старую массу, то есть древесину, я обрезаю в основном весной. То есть у меня обычно есть две обрезки, это весенняя и летняя. Для чего я это делаю? Летней обрезкой я корректирую, облегчаю обрезку следующего года. Следующего. Если оставить, к примеру, я обрезал веточку и она выпустила жировики. Они пошли строго вверх, на метр, полтора и так далее. Летом мы можем ее уже укоротить, сформировать ее, и она уже будет на следующий год, к примеру, персика уже давать первые плоды. Если же этого не сделать, то плоды, может быть, будут только где-то на кончиках. И наше дерево удлиняется, 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 потом нагинается и падает, разваливаясь. Летней обрезкой можно не только удерживать дерево, но и удерживать урожай в центре кроны. И дерево будет очень сильное, не будет ломаться, а плоды при этом будут очень крупные. Потому что, когда мы укорачиваем зеленый прирост, мы даем веточке еще разветлиться, получается больше листовой массы, больше питательных веществ с этих листьев идет в плоды, и плоды укрупняются. Кстати, летняя обрезка и влияние ее на плоды можно применять почти на всех культурах. Особенно эффективно на сливе, на груши и на яблонях в том числе. Далее, насчет перевода многолетней древесины на однолетнюю. При обрезке лучше всего переводить с небольшой разницей возрасте. То есть, двухлетнюю на однолетнюю, трехлетнюю еще можно на однолетнюю. То есть, чтобы разница была не больше, чем два, максимум три года, в зависимости от толщины. Бывает трехлетка с палец, а бывает трехлетка сантиметра четыре в диаметре. Чего не нужно делать? Не нужно большие ветки переводить на однолетний прирост. Это уже неправильно. Если у вас большая ветка, такая, пять, семь сантиметров толщины, нужно ее перевести на ветку, которая менее толстая, где-то сантиметра три-четыре, а уже ее перевести еще, и там двух-трехлетку уже на однолетний перевод. И получается вот таким как бы волнам, постепенный перевод. Вот это правильно? Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Продолжим. Ответы на вопросы. Подходит ли такая же обрезка, как на калине, черной бузине. У нее тоже есть спаренные почки. Как обрезать? Бузина, так же как и калина, плодоносит на мелких обрастающих веточках прошлого года. Она цветет и плодоносит. Поэтому, к примеру, вы посадили бузину черную, она выпустила сильный побег. Если его укоротить, за этот год вырастут маленькие побеги. на следующий год уже, еще на следующий год, на них уже будут образовываться первые завязи, то есть цветы, плодовые почки. Еще, чтобы бузина сильно цвела, лучше вот эти побеги, длинные, которые она выпускает, делать их более в таком наклоненном виде, чтобы эти побеги были более горизонтальны. Тогда они лучше будут выпускать мощнее вот эти плодовые веточки и будут более крупные и массовое цветение на бузине. Если вы хотите бузину сформировать деревом, вначале мы вытягиваем один ствол, то есть при посадке, есть два, кстати, варианта, вы посадили, все нижние веточки убрали и пусть центральный дальше растет. Есть другой вариант, более простой, хотя начало более радикальное. Когда вы посадили бузину, укоротите его на 20 см от земли, оно выпустит 2-3 сильных побега, оставляете один, убираете, можно ли этому брать до июля. Этот один побег привязываете к колышку и укорачиваете его на той высоте, где вам бы хотелось, чтобы был штамп, к примеру, по пояс. Укоротили его по пояс, он выпустил несколько побегов, как дерево формируем. И потом уже эти боковые веточки, мы их укорачиваем вначале на 70 см, потом их не разветвление на 40-30 см и в принципе все. Дальше все, что снизу убираем, все, что вверху будет образовываться в виде шара и будет возбуждена в виде шара на штамме. Более обычная и компактная форма. Если вы хотите, чтобы было просто кустом, то побеги, жеревики, которые идут снизу, просто их укорачиваем где-то на уровне груди головы. и они распускаются и дают новый урожай. Примерно так. То есть, бузина плодоносит на коротких веточках 2-го, 3-го порядка. И поэтому цель обрезки сделать их как нужно больше. Когда куст загущается, просто вырезаете старые такие ветки и постоянно обновляя куст как на калине. Дальше. Как обрезать гранат или оливку? Так как я живу в Киевской области, у меня нет таких культур. Но скажу так, что гранат и оливки можно выращивать как кустом, так и деревом. Если вы выращиваете деревом, то опять же вытягиваете штамп, что значит вытягиваете, то есть все ниже 60-70 сантиметров как у обычных плодовых вырезаете. В районе где-то пояса укорачиваете центральный проводник саженцу, он выпускает несколько ветвей и новый центральный проводник. И дальше принцип такой. То же самое как у многих плодовых. Укорачиваете все веточки где-то на 20-30% и центральный проводник. В следующий год все веточки, которые на этих же веточках отросли, укорачиваете тоже на 20-30%. В принципе в будущем мы укорачиваем всегда, продолжаем укорачивать на 20-30% все новые побеги, которые длиннее 40 сантиметров и 40 и более сантиметров и мелкие веточки, которые тоненькие до 30 сантиметров и всего лишь прореживаем. Прореживаем, именно чтобы они не были густо друг от друга, то есть не ближе, чем 7-10 сантиметров. Лучше всего, чтобы они были где-то 15 сантиметров друг от друга. Это почти идеально. Вот эти мелкие веточки. И так держим, формируем всю крону. Крона может быть как бы овальная, также и круглая. Как это удерживать? То есть овальная это когда есть центральный проводник и от него ёлочкой отходят веточки. Круглая это когда вы на уровне двух метров просто обрезаете центральный проводник с переводом на боковую ветку и форма становится более шаровидной. Таким способом и оливки, таким способом и гранат можно формировать. То есть основные правила обрезки они присущи почти всем плодовым культурам. Обрезка это есть как бы борьба с болезнями и вредителями. Если мы осветляем крону меньше болячек, если мы укорачиваем особенно весной, ранней весной верхушки, к примеру на яблонях вы можете даже сейчас подойти к яблоне и на кончиках бывает, что есть черные маленькие точечки, это зимующая тля. При обрезке вырезаем как раз этим всю эту зимующую тлю и получается, что обрезка это есть борьба с вредителями, а именно с тлей. Поэтому обрезка нужна для плодовых культур. Спасибо также подписчику за такой комментарий. Он говорил, что от медведки избавляется баклажанами с пивом. Они туда очень хорошо сходятся. Попробую. Спасибо, не пробовал. Я медведки выводил мылом, то есть растворял мыло порошковое обычное хозяйственное и заливал в норки, они выходили и задыхались и также рассыпал размолотой в кофемолке сухую скорлупу от яиц. Тоже очень хорошо помогало. В принципе, я вывел медведку на своем участке, который я когда-то покупал. Он был весь за оболочен, но медведки именно таким способом. Наследуют или не наследуют сеянцы материнские качества, они наследуют 70-80%. К примеру, на орехи расскажу так. если орех великан имеет 6 см в среднем длину и 5 см в ширину, самые мелкие плоды, которые будут у сеянцев, это 5 см. 5 на 4 см. То есть, примерно на эти 20% уменьшается. Также урожайность тоже колеблется где больше, где меньше. Но чтобы от великана получился вообще маленький 3 см. такого я не видел. Самое меньшее было 5 на 4 см. Но было и больше. Было 7 на 5,5 см. То есть, вы можете отобрать еще более крупный грецкий орех. Конечно, есть минус, что чем крупнее орех, чем хуже вызревает ядро. Особенно в северных регионах. Переводить 10-летний побег на 1-летний не нужно, нежелательно. У вас просто пойдет или пучок, большой пучок жировиков, или же этот же срез. Если у косточков их сильно может пойти к медичечению, также с обратной стороны от побега может чернеть кора, и она будет разрушаться и, скажем так, будут просто отмирать ветка. Поэтому не нужно рисковать такими переводами. Что насчет голубики? У меня нет пока голубики, то есть, я не выращиваю. Голубика тоже плодносит на тех веточках, которые уже разветлились. И поэтому просто можно оставлять одно, двух, трех летнюю древесину и потом обновлять, ну, в принципе, как у смородины. Чтобы не было четырех и больше ветвей, а только одно, двух, трех летней ветки оставлять. Кстати, если кого интересует, один из подписчиков, Петро Максютинский, он выращивает голубику и продает, в принципе, классные саженцы. Вы можете пройти на его канал и посмотреть. Также очень хорошо относится к своим растениям, поэтому, у кого есть желание приобрести малину и голубику, то можете обратиться к нему. Просто Петр Максютинский. Есть такой видеоканал тоже на Ютубе. То есть, это не реклама, просто как бы поделился. Я часто говорю, что в хорошем канале Андрей Павлюк, также вот мне понравилось некоторое видео у Петра. Дальше насчет зеленой стены, зеленого забора из фруктовых. Обычно мы высаживаем через 70-100 сантиметров, даже будь то фундук. И первое укорачивание центрального провинника идет на 40 сантиметров, то есть, через каждое 40 сантиметров. Также боковые ветки, которые уходят в между ряде, их укорачиваем где-то на 20-30 сантиметров и маленькие веточки, которые 15-20 сантиметров, их не трогаем. У плодовых же все жеревики, которые идут при плодовой стене, укорачиваются на 7 сантиметров. Обычно выпускают два побега, один удаляется полностью, другой укорачивается еще на 5-7 сантиметров. Так формируется плодовая стена. Об этом я еще покажу в видео более подробно, может кого-то заинтересует. Об кликах. Для чего нужны клики? Для обновления ветви. Лучше укорачивать 2-3-4 летние ветки или побеги на 5-7 сантиметров. И тогда у молодых веток еще может из спящих почек прострелить новый побег. Чем вы ниже, то есть меньше оставите этот клик, тем лучше с нижней почки вырастет побег. Обычно я укорачиваю 2-3-летние побеги на 5-7 сантиметров, для того, чтобы с нижней почки вырос нужный побег в нужном направлении. И когда он более горизонтальный, тогда лучше вступает в плавношение, чтобы не отгибать. По формировке орехов, будет еще 2 видео по формировке орехов, как преобразить грецкий орех из куста в дерево, если запустилось, и просто несколько видов формировки мелких грецких орехов, как исправить крону, в ближайшую неделю я выпущу одно видео, потом позже и другое по грецкому ореху, по формировке. Если высадили саженец или передливили и пошло как рогатка 2 ствола, что нужно делать и как? В идеале, конечно же, нужно оставить 1 ствол, иначе в будущем дерево может разломаться. Второй вариант, если 2 ствола но разные культуры, если вы так привили, что получается здесь черешня, здесь вишня, может я неправильно понял вопрос, то если сохранять маленькую компактную крону, дерево не расчехнется, и так оно будет жить всю жизнь. Далее, у меня уже было несколько международных командировок, также я еду и по Украине, и в принципе рад помочь людям везде, где они живут, пока все всегда рад вам помочь, с вами был Виталий Орех, пишите, не стесняйтесь, с вами был Виталий Орех, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, советуйте друзьям, знакомым, соседям, этот канал создан для простых дачников, чтобы вам было проще и дешевле их обрабатывать, и также собирать хорошие урожаи, чтобы не только вы, но и дети, пожилые, ваши родственники смогли не ждать плодов, а просто их брать. Всегда с вами Виталий Орех, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok